МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ В АКАМЕ МОГУТ СНИЗИТЬ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ Я раньше думал, что водоросли – это только источник полезных минеральных соединений, таких как йод, содержание которого в водорослях очень высоко. И действительно, половина чайной ложки мягких водорослей, таких как арамы или далс, или два листа нори в день должно обеспечивать вас суточной нормой потребления йода. Но потребление водорослей рекомендуют не только как источник йода, но и, по-видимому, для предотвращения хронических заболеваний. На чём основаны эти рекомендации? Вы часто слышите нечто подобное. Японцы живут долго, они едят морские водоросли, поэтому многие предполагают, что морские водоросли могут быть как-то связаны с этим. Но когда вы видите список всех предполагаемых биологических активностей, которые связаны с некоторыми морепродуктами, вы хотите знать, основано ли это на клинических данных, то есть на реальных людях, или на так называемых доклинических данных, в пробирках и лабораторных животных? Когда исследование, такое как это, публикуется, и в нём говорится об эффектах диеты на основе морских водорослей, при замещении мясной диеты для крыс. Что вы будете делать с этой информацией? Морские водоросли являются одним из ингредиентов, которые пытаются использовать для улучшения имиджа мясных продуктов. Таким же образом они добавляют семена винограда, или льняное семя, или грецкий орех, или фиолетовый рис, или что-то ещё. Я должен был увидеть – морская фасоль. Как это влияет на имидж? Вы можете посмотреть на эпидемиологические исследования, которые предполагают более основательное изучение. Например, японские школьники, которые едят морские водоросли, как правило, имеют более низкое кровяное давление. Вероятно, морские водоросли оказывают благоприятное воздействие. При этом стоит учитывать пользу всех минералов и клетчатки. Но вы не можете доказать причинно-исследственную связь, опираясь на такие исследования. Может быть, дело в других компонентах, которые употреблялись вместе с морскими водорослями. Ещё труднее провести подобное исследование на взрослых, так как многие люди используют лекарства от высокого кровяного давления. Исследователи из Университета Токио применили инновационный подход путём сравнения рациона питания людей на малых порциях по сравнению с большими порциями и несколькими препаратами от кровяного давления. Несмотря на то, что все были с искусственно нормализованным давлением, те, кто ел больше фруктов и морских овощей при небольших порциях, подтверждали пользу водорослей. Но почему бы просто не сделать тест? Двойное слепое перекрёстное исследование обнаружило, что клетчатка водорослей снижает артериальное давление, по-видимому вытягивая натрий из системы. Я знаю, что они не могли использовать реальные морские водоросли, потому что тогда они не смогли бы обмануть людей с плацебо. Но почему бы тогда просто не использовать порошкообразные морские водоросли в таблетках? И, наконец, десять лет спустя это было сделано. По сравнению с отсутствием лечения, они получали отличное снижение кровяного давления. Но, если присмотреться к исследованию, мы узнаем, что они обессоливали морские водоросли, тем самым убрав около двух третей натрия. Так что до сих пор у нас нет четкого ответа на связь употребления морских водорослей в борьбе с кровяным давлением. Нужно рандомизированное, контролируемое исследование и только с натуральными морскими водорослями. Но никто не делал такого исследования до этого исследования из Эквадора. Шесть граммов вакамы, природного натрия, привели к значительному снижению кровяного давления, особенно среди людей с повышенным. Побочные эффекты были незначительными. Кроме этого, увеличение потребления клетчатки, хорошей стороны всей растительной пищи привело к положительным побочным эффектам, таким как уменьшение воспаления гастрита желудка, а также исчезновению хронических головных болей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова